Доброе утро! В эфире телеканала Катунь24 новости. С вами Анна Москаленко и в начале выпуска расскажу о главном. В общежитии Барнаульского базового медицинского колледжа провели капитальный ремонт. Впервые за 40 лет. Как обновились условия жизни студентов, расскажем далее. Икона XVI века вернулась на родину. Около 80 лет реликвия была за рубежом и теперь находится в селе Новотырышкино. Подробности в выпуске. Уроженец Бийска Антон Кулятин выиграл золото в беге на 1500 метров. Как спортсмен шел к награде и о его главных болельщиках, узнаете через несколько минут. День знаний для студентов Барнаульского базового медицинского колледжа станет не только началом учебного года. В общежитиях колледжа завершают капитальный ремонт. Работы оценил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Больше 300 человек в этом году решили начать свой путь в профессию в Барнаульском базовом медицинском колледже. Поздравить будущих специалистов с Днем знаний лично приехал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Он отметил, что край нуждается в квалифицированных медиках. Без грамотных врачей, без грамотных фельдшеров, медицинских сестер невозможно оказывать медицинскую помощь. Поэтому крайне важно, чтобы те технологии, обучающие технологии, которые здесь, они были ровно так же применимы и в наших больницах. Чтобы студенты не думали о быте, а сконцентрировались на учебе. Для них готовят два корпуса общежития. За 45 лет в зданиях ни разу не проводили капитального ремонта. Ремонтные работы по комнатам. Они готовы сейчас к мобилированию и уже к заселению. Выполнены работы по смене всех инженерных систем. Сейчас проходят работы в стадии завершения. Это учебные комнаты по первому этажу. И нам предстоит работа по ремонту фойея первого этажа. Заселить студентов планируют в октябре. Они будут жить в новых просторных комнатах. На каждого обучающегося предусмотрено 6 квадратных метров жилой площади. На первых этажах здания расположится часть учебных аудиторий. И студенты смогут обучаться, не выходя из дома. Дарья Коншина, Сергей Балуев. Новости. Капитально отремонтировали в этом году и общежитие Алтайского государственного педагогического университета. Зданием от 40 до 60 лет. Студенты, которые уже заехали в комнаты, жалуются в социальных сетях на строительный мусор. Ремонт должен был закончиться раньше. Но, по словам ректора ВУЗа Ирины Лазаренко, подрядная организация и клининговая компания не успели завершить его в срок, так как пришлось заключать ДОП-соглашение по закупке строительных материалов. Сдача объектов запланирована 30 сентября при лучшем исходе – 12 сентября, то есть в конце следующей недели. Добавлю, на весь ремонт и модернизацию системы контроля доступа в университет из федерального бюджета выделили 180 миллионов рублей. Накануне нового учебного года в Краевой столице обновили дорожную разметку перед образовательными учреждениями. Как сообщают в городской администрации, 19 переходов обновили с помощью краски, а 39 – термопластика. Также продольную разметку нанесли по улицам Попова, Георгиева, Энтузиастов, Балтийской, Малахова, Сухобатера и 50 лет СССР. Кроме того, дорожники нанесли стоп-линии на 15 участках дорожной сети. Сразу для трех городов Алтайского края – Бийска, Белокурихи и Краевой столицы – разработают туристические коды. Они нужны для участия в конкурсе от Ростуризма. Его победители ожидают поддержка в развитии по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Города выбирали по востребованности у гостей региона. Каждому подготовят код с индивидуальным дизайном. Их можно будет сканировать через смартфон и переходить по ссылке на информацию о значимых объектах города. Помимо кодов, в этом году разработают вывески и карты, а также спроектируют пешеходные зоны и велодорожки. По нацпроекту на эти работы до 2024 года направят больше 12 миллиардов рублей. Около 80 лет на Чужбине и полтора года в плену на границе с Россией. Икона, предположительно, XVI века вернулась на родину. Новым домом для нее стал храм во имя святителя Николая Вселенного Дырышкина. Подробности далее. Икону Николая Чудотворца вывезли из России в годы Великой Отечественной войны. В 90-х годах она оказалась на аукционе в Лондоне. Там ее и нашел коллекционер Эдуард Мордухович. Черную, покрытую копотью. Купил и восстановил. Долгое время икона стояла у него дома, в Америке. Я говорю, Серега, мне уже 75, скоро я хочу эту икону назад в Россию вернуть и подарить вашему храму сюда. Взяли и полтора года ее наша российская милиция держала у себя. Не выпускали, то есть не принимали дар. Я настолько рад, что эта икона обрела место свое. Как сказал Сергей Витальевич, наконец Никола приехал домой. Вам спасибо всем большое. Будем молиться. Мы всем миром устроили храм. Слава Богу, что вы приходите, что молитесь. Идар Сависакович, тебе низкий поклон. За икону, правда, на самом деле. На иконе отражено житие святого. Изображение обрамляет позолоченная рама. Теперь увидеть святыню можно в храме во имя святителя Николая Вселеновой Терышкина. Ее повторно осветили к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Икона терпеливо ждала свое возвращение, как говорят, на родину. Место достойное для этого святого предмета. В храм Божий. В храм, посвященный святителям Николая. Для нас это чудо. Это особая милость, явление благодати святителя Николаева. И его пример. Ждите терпеливо, молитесь. Рано или поздно. Истина восторжествует. Анастасия Меньшакова, Евгений Андреев. Новости. Золотую медаль Паралимпийских игр уроженец Биска Антон Кулятин получил в свой день рождения. В финальном забеге на полторы тысячи метров среди спортсменов с нарушением зрения он пришел первым. Как за него болели родители в нашем следующем сюжете. Всю ночь перед финальным забегом сына Наталья Владимировна Кулятина не спала. Не могла найти себе место. В шести утра вместе с супругом ждали трансляцию. И в семь сорок восемь она началась. Мы с папой на диване подпрыгивали от радости и обнимали друг друга. Плачь. Старшей дочери звоню, она ревет, спрашиваю, что-нибудь случилось. Она говорит, нет, я за Антона очень-очень рада. Поэтому и слезы бегут. Антон Кулятин увлекался спортом с детства. Начал с мини-футбола, а с поступлением в бийский механико-технологический техникум начал заниматься легкой атлетикой. Уже тогда у него были первые достижения. Потом молодого спортсмена пригласили в Новосибирский педагогический университет. Легкую атлетику он не оставил. Сначала бегал в общей группе. Но у него еще с детства падало зрение. Антон получил инвалидность и перешел в паралимпийцы. Ну, как бы я не ожидала, что он будет чемпионом совсем. Ну, результаты он давал. Помогали, подбадривали его. Говорили ему, что он достигнет той цели, которой хочет. Он ее достиг. Племяннику Антона накануне приснился сон, в котором спортсмен получил золотую медаль. Сон оказался в руку. Теперь родные с нетерпением ждут чемпиона в гости. Юлия Шламова, Евгений Андреев, Новости. Еще одну паралимпийскую медаль завоевал алтайский спортсмен. Серебряным призером игр стал Егор Ефросинин. Он пришел вторым на дистанции 100 метров брасом. Спортсмена подготовила заслуженный тренер России Елена Соколова. В паралимпийской сборной России Егор с 2015 года. Тренируется в бийском спортивном комплексе «Заря». Плавец продолжит борьбу за медали. Уже завтра состоится квалификация и финал на дистанции 50 метров баттерфляя. К этому часу у меня пока все. Я напоминаю всем нашим телезрителям, что больше новостей вы сможете найти на официальном сайте katun24.ru, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. Мы есть в Инстаграме, в Фейсбуке, в Одноклассниках и ВКонтакте. Присылайте свои темы и о самых интересных мы расскажем в следующих выпусках. Не переключайтесь, всего вам хорошего. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Анна Москаленко. Встретимся в эфирах.